Итак, уважаемые коллеги, сегодня тема нашей лекции в рамках семинара интерпретации эндоскопических биопсий пищевода желудка. Я продолжу опускаться, так сказать, вниз. С пищеводом закончили, переходим к более глубоким отделам, то есть переходим к желудку. И мы разберем сегодня гастриты, вообще как их классифицировали, откуда растут ноги, кто понимает под гастритами. Потом попытаемся обсудить, что имеется сейчас, как к ним относиться и попробуем выяснить все же, для чего это нужно. И какая-то такая роль прогностическая этих гастритов, почему они все говорят, почему еще до сих пор, так сказать, остается золотым стандартом эндоскопическое исследование с последующим морфологическим исследованием диагностики гастритов. Ну и наша роль в этом остается пока довольно существенная. И там, где есть эндоскопические отделения, там, где, конечно, развита эндоскопия, это и поликлинические отделы, и, в принципе, госпитальные. Этот материал является довольно массовым и, в принципе, ну таким потоковым. Я считаю, что, например, при многопрофильной клинике какой-то после гинекологии, ну или вообще просто в любом отделении после гинекологии, на втором месте идет эндоскопическое исследование биопсии желудка, кишки там и пищевода, да. Поэтому этот материал идет в большом количестве, приходится его смотреть много, и хотелось бы, чтобы отношение было к нему все-таки какое-то осознанное. Мы поговорим именно вот о том, что сейчас есть, и разберем некоторые основные принципы классификации гастритов, да. То есть материал получается путем эндоскопии, часто ли берут эндоскописты биопсию или нет, ну зависит от конкретных эндоскопистов. В некоторых клиниках, которые экономят, я не знаю, там была одно время проблема со щипцами, еще что-то, они брали только подозрительные участки. И гастриты уходили как бы на второй план, и этот материал часто в небольшом количестве. То есть обычно, то есть такой в рутинной практике, такая старая школа эндоскопии, они берут только подозрительные плюс ткань, полипы какие-то, полипы, образование, язвы или наоборот, язвы, дефекты, когда требует исключиться онкология. Ну, краткая история вопроса, да. Вообще, вот всегда гастриты, они, конечно, как-то связаны, особенно сейчас с хеликобактером, и зная, что такое микроб живет в желудке, знали еще в позапрошлом веке, да, то есть в Италии Джула Базезеро, он описал, что в желудке имеются некие микробы. И описал очень хорошо хеликобактер, я не знаю, как его назвал, наверное, все-таки он так его и назвал, да, там, хеликобактером. И то, что он нашел в пилорическом отделе, поэтому об этом микробе, что он живет в желудке, знают давно. И чисто эмпирически, вот в середине прошлого века, греческий врач, он жил на острове, но, видимо, у него было много антибиотиков, мало других лекарств. Он начал применять эти антибиотики для лечения пепсической язвы и гастритов. И довольно, скажу вам, успешно, то есть он получил хорошие результаты и даже опубликовал об этом работу. Ну, про это как бы опубликовал и публиковал какой-то грек непонятный, про него не сильно вспоминали. Вот, но проблема гастрита существует, и пациенты, вообще пациенты приходят к гастроэнтерологам или к терапевтам с жалобами на диспепсию. То есть, на самом деле, слово гастрит, ну, мы немножко обсудим, что это такое. Но в терапевтическом плане, конечно, жалобы на диспепсию. То есть, какие-то проявления дискомфорта в области желудка, да, там, тошнота, урчание, изжога, ну, какое-то вздутие, после пищи, тяжесть в животе, все эти вот диспепсические явления, и пациенты приходят в желудку, и, естественно, еще такое грозное осложнение, как язва со своими выходящими отсюда, там, осложнениями чисто хирургическими, да, там, перфорация, кровотечение. Вот по этим вопросам в основном обращаются пациенты. Ну, и как-то нужно было диспепсические жалобы разруливать, так сказать, их как-то классифицировать. И в 1966 году, вот, товарищи из Токийского университета, они дали определение аутоиммунного гастрита и связали, выделили такой гастрит у определенных пациентов, как в отдельную нозологию. И назвали его А-тип гастрит. Связали его с аутоиммунным поражением стенки желудка, слизистой оболочки желудка. В последующем немцы, они, как бы, зная, что есть А-гастрит, они предложили свою такую, так, с четкой такой немецкой скрупулезностью, предложили свою классификацию и разделили, раз есть А, давайте добавим Б и С. Почему С? Они просто назвали, что был у них химический гастрит, то есть вызванный с приемом лекарств. Это связывали тоже уже давно, с приемом каких-то лекарств, приемом пищи определенной, там, с приемом алкоголя. И вызывалось такое, связывали с химическим повреждением, поэтому был гастрит С. Ну, раз есть С, такой буковкой они назвали просто Б. Таким образом, они опередили время, да, потому что только в 83-м году, то есть через почти 20 лет, вновь австралийские ученые Барри Маршал и Робин Воррен Реоткрыли, что называется, хеликобактер пиллари, но на самом деле, за что им дали Нобелевскую премию, это не открытие самого хеликобактера, а за то, что они связали хеликобактер, как этиологический фактор, с гастритами и с язвой желудка и 12-перстной кишки. Не помню, кто из них, даже демонстративно выпил культуру хеликобактера и у него появились проявления гастрита и проявления, и даже, по-моему, язвы была. Ну, ребята получили Нобелевскую премию за это открытие гастрита и началась эра лечения хеликобактера, да, то есть если до этого лечили разными другими средствами, там, понижали кислотность желудки, это связывали с психологическими факторами, все эти гастриты и язвы, то сейчас был четко выделен враг, хеликобактер, и началась эра лечения хеликобактера, да, и уже в 90-м году был Международный конгресс гастронтерологов в Австралии, в дань первооткрывателям, так, хеликобактера и гастритов, да, так, с этиологическим фактором, собралась большая гастронтерологический конгресс и была принята классификация гастритов. И вот здесь буковка Б, если мы вернемся к немецкой классификации, очень легла на бактериал, да, то есть буковка появилась раньше, чем этиология, связанная с хеликобактером. Таким образом, немецкая классификация, как ни странно, не потеряла своей актуальности и ABC, она стала очень такая грамотная и красивая. И я считаю, что пользоваться ей удобно для понимания сути процесса, для понимания этиологии. Дальше пошло все очень хорошо и классификацию совершенствовали, появилась так называемая Сиднейская классификация, которая после этого конгресса, потом ее усовершенствовали в Хьюстоне, как же без США, и все это хорошо. Дальше вот эту тему гастритов развивались и начали появляться различные оценки риска, то есть вот это проявление гастритов, проявление хеликобактерной инфекции начали связывать не только с язвой, язвой желудка и 12-перстной кишки, но и с риском развития рака. И тогда начали уже как-то оценивать, появилась необходимость оценивать риски вот этого развития рака и началась эпоха оценки рисков. Ну и дальше еще был съезд недавний совершенно в Японии, все гастроэнтерологи подтвердили, что действительно имеет большое значение хеликобактер и даже внесли изменения в МКБ, следующее МКБ, которое грозит нам МКБ-11. Ну самое важное, что было в 2015 году, что на самом деле все гастроэнтерологи, потому что это съезд гастроэнтерологов, они подтвердили очень важность морфологической диагностики. Ну вот мы про нее и поговорим. Итак, что такое гастрит? Гастрит на самом деле, что и подтвердили сами гастроэнтерологи, это гистологический диагноз. Классическая эндоскопия, которую проводят, да, и вот эта эндоскопическая картинка, которую видит эндоскопист, она не очень коррелирует с диагнозом, морфологическим диагнозом гастритов. По сути, 50 на 50, да, это там 48% чувствительность исследования эндоскопии и морфологии. То есть эндоскопист ставит гастрит и только в половине случаев мы, например, подтверждаем, что там имеется гастрит. Ну или наоборот, он не ставит гастрит, а мы видим, например, хеликобактерный гастрит. То есть на самом деле и гастроэнтерологи, это подтверждают эндоскописты, что поставить эндоскопический диагноз гастрита очень сложно. Чувствительность низкая. То есть если в исследовании язвы, в исследовании каких-то объемных процессов эндоскопическая картинка очень коррелирует с морфологией, то в плане гастритов здесь, ну, довольно грустно. И только морфологическое исследование позволяет нам выявить состояние такой гастрит. То есть воспаление слизистой оболочки желудка. Что для этого нужно, да, чтобы нам все-таки как-то коррелировать с эндоскопистами, невзирая на все их новые методики, на NBI-свет, на iScan. Они, конечно, увеличивают ценность эндоскопии именно в находке ранних проявлений или в глубоких стадиях гастрита, когда уже появляется кишечная метаплазия, атротфия или в диагностике таких состояний, как дисплазия. Об этом мы поговорим позже. Что необходимо? Соблюдение некого протокола. То есть должно быть взят биоптат именно для диагностики гастрита. Должен быть взят биоптат хотя бы из значимых отделов желудка. То есть на самом деле функциональных таких значимых больших это два. Это антральный отдел и тело желудка. Для оценки рисков необходима еще биопсия из угла желудка. Необходима маркировка раздельной контейнеры для этих биоптаток. То есть мы должны знать, чтобы стадировать этот гастрит в дальнейшем, мы должны знать, откуда была взята биопсия. А для этого эндоскописты нужно маркировать, нужно помещать их в отдельные контейнеры. И тогда мы будем четко понимать, с какого отдела взята, и сопоставлять, правильно ли указывает он отдел, и то, что мы видим гистологическую картинку. Вообще, ну и повторюсь, что эндоскопическое исследование без биопсии возможно, когда задача ставит довольно простая. То есть это нет каких-то диспепсических явлений, и нет подозрений на объемный или на пластический процесс. Да, мне скажут, а как же хеликобактер, да, то есть проявления могут не быть, могут быть. Конечно, существуют методы определения хеликобактера не только вот в том микроскопически, когда мы его видим, но и косвенные методы. Это и уразный тест, и еще тест-система, и вплоть до антител к хеликобактеру из крови, да. И они довольно чувствительные, особенно уразный тест, и другие такие вот дыхательные системы, они очень чувствительные, они в принципе могут использоваться терапевтами, гастроэнтерологами для выявления хеликобактера. Итак, несколько вернемся к ABC классификации или ABC классификации. Чем она важна, и почему мы ее должны помнить, и как бы держать в голове. И мне вот она на самом деле помогает довольно четко вычленить суть вообще вот этой проблемы, потому что она вся увязана на этиологию. Итак, повторюсь, А, буковка, это будет аутоиммунный гастрит, мы его разберем отдельно, это отдельная нозология. Бактериальный гастрит связан с хеликобактером, пилори, химический гастрит или цегастрит, или это реактивная гастропатия, да, вызванная просто повреждением слизистой или воздействием на слизистую оболочку желудка каких-то химических факторов. Ну, имеются, конечно, другие гастриты или специальные гастриты, это гастриты при болезни крона, лимфоцитарные гастриты, зенофильные и другие. Ну, по сути, вот до открытия хеликобактера B-гастрит был, просто это был не А-гастрит и не Ц-гастрит. И, конечно, возможно, сочетание, как мы понимаем, что вот этих вот этиологических факторов возможно, да, то есть, например, при наличии хеликобактера может быть и рефлюкс желчи, что вызывает, например, антральный химический гастрит, да, или при аутоиммунном гастрите может все-таки, конечно, заселиться и хеликобактер в антральный отдел. То есть, об этом нужно помнить, и сочетание вот этих этиологических факторов может быть. Но, в принципе, вот этой классификации было бы достаточно. Но в Сиднее были заложены, взяты принципы этиологии, и была разработана вот именно сиднейская классификация. Она довольно большая, она громоздкая, но она научила всех писать репорты, да, писать заключения как гистологов, так и эндоскопистов, читать наши отчеты. Попыталась создать такую некую преемственность или коллегиальность, да, среди патологов всего мира. То есть, помимо этиологии, сюда был очень добавлен большой раздел морфологии с градацией по различным степеням. Всех вот была разделена морфология на выделение воспаления, активности, атрофии, кишечной метаплазии, и хеликобактер тоже градировался. Ну вот забегу вперед. Вот так она выглядела в оригинале, да, то есть необходимо было указать этиологический префикс. Дальше была гистологическая топографическая классификация. Она была связана четко с эндоскопистами, и это тоже сыграло большую, значительную роль, потому что эндоскописты научились брать биопсию из разных отделов, из тела, из антрума, и маркировать эти биоптаты. И морфологически большой раздел, который градировался по воспалению, активности, атрофии, метаплазии, и различные какие-то специфические изменения. Причем вот эти вот вещи, они были градированы по вот такой шкале, да, то есть полуколичественная шкала отсутствия, легкая, средняя и тяжелая, да, то есть вот эти вот морфологические признаки, они должны были полуколичественно градироваться. Ну вот так вот, что привело, конечно, к такой стандартизации заключений патологов. Если вы сейчас возьмете, в принципе, патологов, которые знакомы с седнейской классификацией, вы увидите довольно большое заключение, в котором будет сказано, что это антральный отдел, в котором выражено воспаление с низкой активностью, очаговая атрофия, очаговая метаплазия, хеликобактера в количестве 40 тысяч на один квадратный миллиметр. Ну или какие-то должны быть плюсы раз, два, три, пять, шесть. Это все, в общем, прекрасно. Но выглядела она довольно так, и вот эти вот морфологические признаки, да, это степень воспаления, активность, атрофия. Мы их вкратце разберем, потому что, ну, сейчас на самом деле мы находимся в рамках именно вот этой седнейской системе с хьюстонскими усовершенствованиями. И, в принципе, ну, все рекомендации, патологии при оценке биоптатов желудка рекомендуют использовать термины, принятые вот в этой седнейской классификации. Поэтому мы их сейчас разберем, но вот за вот это нагромождением всех этих критериев, да, и всех этих оценок полуколичественных мы как-то странно потеряли вот этот вот этиологический фактор. И на самом деле я считаю, что вот эта суть, которая была несколько, но она не то, что потеряна, она как-то ушла на второй план. И когда читаешь заключение с нагромождением вот это хронический, атрофический, поверхностный, низкоактивный гастрит, то уже не понимаешь, о чем идет речь, да, то есть мы все это оценили и написали громоздкое заключение, ну, и пациент понимает, что что-то делали, большое заключение, много буквок, эндоскопист его тщательно читает, и при том сопоставление с гастритом у него 50 на 50, и тоже недоумевает, да, что он написал кучу, это атрофию видела, там никто, никакой атрофии нет, или наоборот он не видел атрофии, а пишет атрофия, ну, то есть вот такие казусы, конечно, в Сиднейской системе есть, и говорю, что вот мы за нагромождением вот этих всех позиций, мы потеряли несколько этиологический фактор, и забыли вот про простую, вот эту АБЦ классификацию, которая наоборот на первом месте выносит именно этиологию. Ну, давайте пойдем дальше, и разберем все-таки, повторяю, что мы сейчас, находимся в рамках, в этой Сиднейской классификации, поэтому мы должны ее знать. Вот так воспаление, это выраженность воспаления, равно плотности инфильтрата, лимфоплазмоклеточного, поэтому по биоптату, по плотности этого инфильтрата, мы оцениваем выраженность воспаления. Ну, всегда, когда имеется низкое, среднее и высокое, то, как говорится, ставь два, не ошибешься, и чаще всего, конечно, в заключениях встречается слово умеренное. Поэтому выраженность воспаления, вот это оценка плотности инфильтрата. Имеет ли оно какое-то значение? Ну, очень условно. Активность воспаления. Активность воспаления равно локализации нитрофильного именно инфильтрата. Если просто воспаление, это лимфоплазмоклеточный инфильтрат, то активность определяется наличием нитрофильного инфильтрата. Ну, соответственно, отсутствие инфильтрата это неактивный гастрит. Низкое, когда имеются единичные нитрофилы, их надо еще поискать. Среднее, когда нитрофилы проникают в эпителий желез, в эпителий желез проникают нитрофилы, это будет средняя активность. И высокая, когда помимо проекновения они формируют такие типы абсцессов. Ну, как в кишке, там, криптоабсцессы при болезни крона или при няке. Поэтому, повторюсь, выраженность воспаления, да, или выраженность вот этого хронического гастрита это плотность лимфоплазмоклеточного инфильтрата, а активность это локализация нитрофильного инфильтрата, где он расположен. Поэтому, хотя бы с локализацией здесь довольно легко определиться. Поэтому, считаю, что активность воспаления, она может быть оценена довольно четко. А вот выраженность воспаления, скорее всего, будет всегда умеренной. Что касается атрофии, то это вообще очень субъективно, и это мы обсудим на примере второй части нашей лекции, когда будем обсуждать метапластический гастрит. Необходимо отмечать другие изменения, которые были обнаружены. Обязательно отмечается кишечная метаплазия, ее распространенность, или она очаговая, или на протяжении всего биоптата, и обязательно дисплазия. Да, нет и степень. И степень, как мы договорились, вот как Константин на предыдущей лекции говорил, это в рамках лоу и хай, то есть двухступенчатая степень дисплазии. И такой критерий, как обсемененность хеликобактера, оценивается опять же полуколичественно. 1, 2, 3 плюса. Ну, здесь я такое правило вывел. Да, если вы его, например, долго ищите и не нашли, это, соответственно, нет. Если вы долго ищите и нашли, то это 1. Если он виден на большем увеличении, то 2. И если он виден уже на 20, то это 3. Ну, довольно просто. Ну, это мы обсудим, когда будем хеликобактерный гастрит обсуждать, и насколько, когда его нужно искать, тоже подумаем. Так что вот использование седней системы уже существует 20 лет. И говорю, что вот эта система, она приучила патологов к большим описательным заключениям по маленьким-маленьким биоптатам желудка. Она, конечно, внесла много положительного, да. Она приучила эндоскопистов указывать зону биопсии, и мы можем описывать отдельно желудок, отдельно антральное отдело, отдельно тело желудка. Она приучила к маркировке биоптатов. Она, к сожалению, потеряла вот такие вещи, как норму и реактивный гастрит. Потому что за вот таким описанием чаще всего ставится слабовыраженный, поверхностный, хронический, и со всеми следует хр-гастрит. Вот такое заключение, которое идет за описанием, да. Она приучила нас вот к градации атрофии, фокальной атрофии, да. И здесь имеются проблемы, потому что с атрофией мы обсудим отдельно, что она вот за счет того, что вам необходимо оценить эту атрофию, привела к тому, что к гипердиагностике атрофии. То есть у вас берется любой биоптат, в котором есть воспаление, или зона рубцовая, или есть инфильтраты, и автоматически потолок выносит атрофию. Да, то есть много стало таких псевдоатрофических гастритов, то есть атрофических гастритов в заключении. Потому что когда все это перечислили, ну давайте поставим умеренную атрофию, и она как бы следует. Но отсутствует так называемый постхеликобактерный гастрит, он вообще никак не учитывается. Что касается степени воспалительной инфильтрации, да, вот тут плотность воспалительного инфильтрата, помимо того, что он субъективный, он, конечно, не имеет никакой клинической информации. И таким образом, вот эта вся сиднейская система, с ее громоздким описанием, с градацией каждого параметра морфологического, привела к избыточной информации. И, ну, конечно, она дала много полезного, да, вот то, что я перечислил. Но избыточности этой информации, она, ну, во-первых, загрузила патологов, да, а во-вторых, она ничего не дала клиницистам. И при том, что мы практически как-то выплеснули или потеряли этиологический фактор из этой системы, потому что пока вот это все опишешь, уже забудешь, ради чего была взята эта биопсия. Так что, вот эти минусы сиднейской классификации, они в этой избыточной информации, которая, по сути, не нужна. Единственное, что нужно клиницисту, это причина этого гастрита. Стоит ли связать вот эти диспепсические жалобы с хеликобактером и начинать хеликобактерную лечение хеликобактера, эрадикационную терапию, или при химическом гастрите, или там гастропатии соблюдать диету, или же аутоиммунный гастрит не имеет свои там лечебные процедуры, да. Поэтому система вот АБЦ, она укладывает вообще практически все гастриты, все гастриты укладываются в три буквы, по сути. Поэтому мы разберем как раз вот эти все, всего не так много гастритов, и вы поймете, в чем суть, и, возможно, будете более осознанно оценивать биоптаты. Ну, не забывайте про сиднейскую систему, что, ну, как бы, необходимо это описание, его хотят видеть, к нему привыкли за 20 лет, но постараемся не упустить суть. Критерий, вот такой у меня отмечено, что воспаление, да, в нормальной слизистой, и вот плотность вот этого инфильтрата всегда ли ставить гастрит, всегда ли ставить гастрит при любой биопсии, и как его оценивать. Ну, это чуть позже. Давайте посмотрим по топографии желудка, да, чтобы мы сами-то понимали, откуда взятое и чем это отличается, да, то есть, на самом деле, в желудке принципиально или функционально выделяют всего лишь, ну, таких две главных части. Это антральный отдел и фундальный отдел, или тело желудка. Анатомически выделяют дно, и анатомически выделяют кардио, анатомический пилорический отдел. Но пилорический отдел, они тесно связаны с центральным отделом, и довольно плотный, плотный, четкий переход в норме в кишечную, в кишку. Дно ничем не отличается от тела желудка, гистологически, поэтому взята биопсия с дна или с тела, вы никак не узнаете. И наличие кардиального отдела, здесь довольно спорный вопрос, при переходе пищевода в желудок, да, то есть, это вот Z-линия, есть ли тут какая-то отдельная функциональная часть. Об этом, на самом деле, имеются споры, и многие исследователи сходятся к тому, что практически его нет, гистологически нельзя отличить, потому что, вот судя по биоптатам пищевода из зоны перехода, да, мы практически всегда в норме видим обычные фундальные железы. Ну, давайте посмотрим на примере. Так, у нас все-таки практический семинар, мы будем смотреть некоторые кейсы. Итак, мужчина среднего возраста, в желудке эндоскопические картинки. Интересно же нам посмотреть, что видит эндоскопист. Он видит складки эластичные, вроде бы видит все нормально, никаких объемных образований есть, видит умеренную гиперплазию, но все функционально, все хорошо. Но заключение он все равно дает умеренный поверхностный гастрит. То есть, мы имеем входящее заключение гастрит, хотя, ну, видимо, раз попал туда эндоскопом, то нужно гастрит. Давайте посмотрим пилорический отдел. Так, секунду. Здесь мы видим, если не знать, откуда взят биоптат, да, что это пилорический отдел, то можно пойти в ошибку и поставить кишечную метаплазию, так как мы видим эпители и даже типа ворсин каких-то. Вот здесь ворсинки кишечные. Поэтому здесь вот четкая ворсина и в то же время некие такие антральные железы, довольно светлые железы разветвленные. Назвать их брунеровскими здесь нельзя, поэтому здесь вот как раз такой переход кишки в пилорический отдел или пилорический отдел, наверное, скорее всего, в кишку. Более правильно здесь видим вот некие волокна гладкомышечные, которые переплетаются, да, и это перекликается вот именно с пилорическим жомом. Поэтому отвечать на вот такие вещи, что здесь есть кишечная метаплазия, мне кажется, это неверно, да. То есть здесь нет никакого воспалительного инфильтрата, а небольшие единичные клетки, лимфоциты, плазматические клетки, которые в норме имеются в желудке. Небольшое полнокровие сосудов, ну и в принципе больше ничего. Поэтому задача такая, да, то есть, ну как вот, на ваш взгляд, описывать это как что-то такое, как кишечную метаплазию пилорического отдела или оставить этого мужчину в покое. Ну, давайте посмотрим все его биоптаты, ну или частично все, да, и тогда, может быть, мы придем к какому-то выводу. Следующий биоптат это антральный отдел и посмотрите, да, то есть здесь вот четко видно, это покровные петели или покровно-ямочные петели вот с такими углублениями и обычные светлые антральные железы, которые или трубчатые или несколько разветвленные. Вы их должны узнавать, потому что гистологически все-таки можем распознать, какой отдел находится, но с другой стороны, если есть у нас указания четкой локализации биоптата, мы можем сопоставить, насколько он соответствует гистологическое его строение топографии взятого биоптата. Итак, это нормальная слизистая нормальная слизистая антрального отдела желудка. Да, она вот мы всегда на слайдах на своих показах, вторая показывает реальные биоптаты, а не такие ориентированные четко гистологические школьные препараты, ну вот так выглядит нормальная слизистая биоптата. Переход очень здесь грамотно взял эндоскопист, он так подошел основательно, он взял со всех отделов и здесь мы видим угол желудка, почему, и мы действительно можем подтверждить, что это переход именно антральный в чисто функциональный гистологический, то есть простые трубчатые железы и попадаются вот такие характерные фундальные железы с наличием обкладочных и главных клеток. Обкладочные вот эти оксифильные, которые вырабатывают кислоту, и вот такие более темные, которые вырабатывают пепсин. Ферменты, да, то есть и здесь мы видим такое чередование вот несколько разветвленных желез и обычных и появление фундальных желез. Если взять чисто в Сиднейской системе, то здесь конечно нужно ставить некую атрофию, потому что появление вот таких желез среди фундальных можно было бы оценить как атрофия. Но у нас есть четкая локализация это угол желудка и поэтому это на самом деле соответствует переходу тела в антрум. тело желудка и тело и вот здесь вообще характерная картинка вот так выглядит нормальное строение тела желудка в биоптате покровной ямочной петелей с устами вот этих ямок и он переходит в простые трубчатые железы которые выстланы вот они здесь четко прослеживаются такие выстланы популяцией двумя популяциями двух клеток это крупных таких оранжевых прямо ярких иногда клеток и более темных с базально расположенными ядрами других клеток да то есть оксифильные клетки обкладочные и главные клетки которые вырабатывают пипсин конечно в шейках желез можно проследить вот здесь переход и здесь пролиферация их часто здесь они дифференцируются переход в шейки дифференцируются эти клетки часть идет в покровные петели а часть в функциональные петели желез и в глубине располагаются обычно нейроэндокринные клетки но здесь в норме их практически не видно потому что их нужно подсвечивать иммуногистохимические и так имея входящий диагноз кардио мы не будем смотреть давайте посмотрим кардио у нас учебный семинар ну здесь мы уже посмотрели это пищевод не будем его здесь оценивать и вот обратите внимание да что вот не знаю пищеводные или кардиальные вот такие железы оценивать но сразу за переходом плоского петелия мы видим фундальные железы поэтому говорить о наличии именно функционально кардиального отдела ну здесь очень сомнительно да то есть некоторые говорят что это 0,1 миллиметра некоторые говорят что до полутора сантиметров некоторые говорят что такого отдела нет ну в чисто практическом значении это больше обращаемся к пищеводу и так имея входящий входящий диагноз эндоскопически умеренный поверхностный гастрит мы можем смело написать что это нормальная слизистая антрального отдела пищевода и пилорического отдела желудка без каких либо изменений и так мы видим на фиксированном слайдах что нормальная слизистая может содержать небольшие лимфоидные агрегаты может содержать небольшое количество плазматических клеток лимфоцитов единичные и зенофилы но в принципе это нормальная слизистая нормальная слизистая антрального отдела содержит трубчатые разветвленные антральные железы а нормальная слизистая фундального отдела отличается наличием трубчатых желез с наличием таких двух популяций клеток вкладочных и главных клеток ну вот такая популяция вот четко прослеживаются эти железы и зная, что вот эти вот яркие оранжевые клетки, они хорошо бросаются на препараты, вы, видя эти клетки, всегда можете сказать, что они взяты из тела желудка. Ну вот это популяция клеток таких красивые, они ярко запоминающиеся, поэтому запомните, это нам пригодится для дальнейшего, для оценки атрофии. Итак, нормальная физиология, антральные железы, разветвленные и слизеобразующие, забыл сказать, что в антральном отделе практически не вырабатывается ни пепсин, ни ферменты, да, то есть эти слизистые железы, они вырабатываются в слизь для того, чтобы несколько нейтрализовать ту кислоту, которая попадая, выработана в теле желудка и продвинуть пищу в 12-перстную кишку. И фундальные железы, это простые железы, то есть они как трубочки, состоящие из главных и обкладочных клеток. Про кардиальный отдел повторяться не буду, существование его сомнительное. И клеточный состав, это те, которые мы видим, обкладочные клетки вырабатывают соляную кислоту, это вот эти яркие оранжевые клетки, более темные с базофильными ядрами, базофильные такой цветоплазмы вырабатывают пепсин и покровные клетки, которые вырабатывают слизь. То есть весь покровно-ямочный петелий, он вырабатывает слизь. Нейроэндокринные клетки или эндокринные клетки, вырабатывающие гастрин и располагающиеся в основном в антральном отделе, и другие клетки нейроэндокринного класса с соответствующим выработкам гормонов, они видны очень редко, но практически не видны на обычном гистологических срезах. Повторяю, что клетки воспаления, лимфоциты, плазматические клетки, гистиоциты, единичные, эзенофилы и тучные клетки могут быть в составе обычной слизистой желудки. Почему я говорю о нормальной слизистой? Потому что на самом деле не каждая биопсия желудка, не то, что в всем попало, это гастрит. Не нужно брать направление, которое пришло к вам от эндоскописта с вот таким диагнозом умеренной поверхности гастрит, переворачивать его и писать херогастрит. Давайте немножко задумаемся, вспомним норму, вспомним, что имеются и такие участки, как переход антрум тела, где могут сочетаться антральные и фундальные железы, пропилорический отдел, не всегда там есть метаплазия, что лимфоидные агрегаты и в теле желудка в норме существуют, что плазматические клетки воспаления тоже имеются в норме. И перевернем это направление при такой картине и можем смело написать, что изменение соответствует нормальной слизистой оболочке желудка. Давайте посмотрим следующее наблюдение и посмотрим, как следующее, что мы можем видеть морфологически. Итак, пациент с диспепсическими шлабами, с жалобами, он практически все здесь перечислил, какие он только можно придумать. Эндоскопические видят, недостаточность кардии и незначительный поверхностный гастрит с гиперплазией слизистой оболочки, очаговая фавиолярная гиперплазия. То есть, по сути, он видит нормальную слизистую оболочку. Давайте же мы посмотрим, как это выглядит микроскопически. А в антральном отделе мы на самом деле и вправду видим, что это очень похоже на перевернутую, на нормальную слизистую желудка антрального отдела. Несколько расширенные ямки, больше полнокровия, в принципе, немножко больше вот такие пространства, сколероз что ли такой какой-то легкий, фибромаскулярные вот этой основы, она более такая разволокненная. В принципе, больше ничего такого мы не видим. И из тела желудка. И биоптация из тела желудка. И вот мы видим нормальную слизистую оболочку. То есть, тело вообще не отличается. Вот характерное строение. Обращаю внимание, что строение сохранено. Покровно-ямочные эпители, есть железы. Все. Но биоптат взят не сильно глубоко, поэтому таких изменений нет. Ну и что мы можем сказать? То есть, у него есть диспепсические жалобы и есть легкие изменения в антральном отделе желудка. Давайте еще один посмотрим. Похоже, наверное, это вот, скорее всего, домашнее задание. Тоже жалобы диспепсические и минимально выраженный гастрит видит эндоскопист. Я буду ускоряться, наверное, потому что мы так затянемся. Опять же, мы видим такой некий светлый препарат с несколькими, небольшие скопления плазматических клеток, но чуть больше, чем обычно. И такая вот гиперплазия уже, да, то есть такие расширенные вот ямки и некая гиперплазия. Здесь хорошо видна покровно-ямочного эпителия. Несколько такой расширен. И фибра такие воскулярные, то есть разрастание вот этой фибровоскулярной стромы. Ну, полнокровие сосудов. В принципе, тоже мало чем отличается от нормальной слизистой антрального желудка. Мы ищем хеликобактер, но здесь его нету, да, то я не буду вам показывать это дело. И это вот то, что называется так называемый реактивный гастрит или С-гастрит. Или, по сути, на самом деле не является гастритом, так называемая гастропатия. То есть, по сути, это химическое воздействие на слизистую оболочку желудка, либо пищевым какими-то агентами, да, там алкоголем, коктейлями и еще чем-то. Или это рефлюкс из 12-перстной кишки, раздражение желчью и, по сути, желчью, да. В рамках, в рамках сиднейской классификации это можно описать. Хронически слабовыраженный, преимущественно антральный гастрит, неактивный и поверхностный, да. Но стоит ли это писать, да, то есть, я склоняюсь к тому, что пишу, что это реактивная гастропатия и стараюсь не использовать термин гастрит, но единственное, это оставляю, что это химический гастрит, вот в таком ключе. По сути, как никак, на самом деле никакого воспаления нет и мы здесь пытаемся указать на этиологический фактор, что это химическое воздействие какое-то. Пациенту, возможно, не требуется никаких дополнительных исследований, психотерапевтическое воздействие и смена диеты. Вот его ключевое значение, поэтому, зная норму, да, и видя практически неотличимую от нормы гистологию, лишь только в антральном отделе вот такие вот легкие изменения в виде полнокровия, там, несколько расширенной, фиброваскулярной стромы и гиперплазии, мы можем поставить вот этот диагноз. Итак, критерии, что биоптат вот этих вот, он обычно такой светлый, он за счет вот отечной и подопителяйной основы, он такой светлый, практически отсутствует воспалительный инфильтрат, могут быть небольшие лимфоплазмоклеточные такие, ну, диффузные лимфатические и плазматические клетки, отсутствуют фолликулы лимфоидные. Это локализуется чаще всего в антральном отделе. Если это тело, да, то там просто полнокровие и полностью сохранная слизистая оболочка. Имеется гиперплазия покровно-ямочная эпителия, ну, различной степени выраженности в зависимости от степени, так сказать, длительности воздействия химических агентов. Вот это вот расширение, такой вот фибромышечной гиперплазии, да, иногда появляются гладкомышечные волокна, которые такие разволокненные, которые идут, как при полипах, такие, ну, несколько расширяются, и они встречаются среди отечной фибровоскулярной стромы. И воспаления практически нет, поэтому, конечно, можно писать слабовыраженное, нету никакой лейкоцитарной инфильтрации, неактивной. Ну, по сути, это гастропатия, и называть его, так сказать, гастритом, но не всегда получается. А степень вот этого воздействия, особенно это прием лекарственных препаратов типа инстероидных противовоспалительных средств, вызывают поверхностные эрозии. И мы видим часто отсутствие воспаления, отсутствие практически какой-то реакции, отсутствие воспалительного инфильтрата, но видим эрозию, эрозию отсутствия эпителия и такую выраженную, ну, по сути, там, реактивные изменения эпителия. Или, таким образом, зная еще клиническую информацию, что, особенно, там, диспепсические жалобы и прием лекарств, это, ну, у нас диагноз готов, да, то есть мы видим практически неотличимую от нормы гистологию, видим некие такие вот легкие изменения, иногда поверхностные эрозии, особенно в антральном отделе, мы можем говорить о реактивной гастропатии, ну, и отсутствие каких-либо мы не находим, конечно же, там никогда хеликобактер. Ну, вот так это выглядит, это гиперплазия еще для закрепления, отечная строма, вот несколько такие увеличенные фиброваскулярные, вот эта фибромышечная пластинка бывает разволокнена, вот такая отечная строма с, нескольких, пышными такими фибробластами, и все, наш диагноз гастропатия готов, то есть не надо натягивать гастрит, и вот это сильное такое громоздкое описание в седнейской классификации, если мы можем описать, что здесь, по сути, гастропатии, гастрита никакого нет. Ну, и давайте посмотрим следующий случай, мы определились, что с одной антиологическим фактором пошли от буквы С, то есть мы сейчас разобрали с вами химический гастрит, давайте посмотрим дальше, и здесь эндоскопический диагноз практически такой же, обратите внимание, то есть это диффузный поверхностный гастрит и дисперсические жалобы, единственное указание на наличие в анамнезе язвы двенадцатиперстной кишки. Вот даже на малом увеличении, обратите внимание, насколько он отличается от предыдущего препарата, насколько это сразу отличается от нормы и от реактивной гастропатии. Это первое, что бросается в глаза, это темный препарат, такой плотный, синий, темный препарат, его даже видно, ну что называется, без микроскопа. И мы смотрим его глубже и видим, что помимо, это антральный отдел, да, то есть железо, мы сразу обратили внимание, что это антральный отдел и соответствует маркировке эндоскопической. Мы видим плотный лимфоплазмоклеточный инфильтрат, наличие плазматических клеток значительное, и это нельзя назвать такой легкой примесью или единичными клетками, да, это плотный воспалительный инфильтрат. Это биоптат синий, синего цвета, ну тут, в принципе, такая гиперплазия, есть какие-то эрозивные дела, да, там. Помимо инфильтрата, лимфоплазмоклеточная обращаем внимание на наличие нитрофилов. Имеются нитрофилы как в собственной пластинке слизистой, так и они проникают в эпители желез. Итак, у нас есть активность, то есть мы обсудили, что это воспалительный инфильтрат лимфоплазмоклеточный, ну он даже виден такой темный, плотный, и это выраженность воспаления, она здесь выражена, и плюс активность. То есть мы видим два сочетания, выраженное воспаление и активность. Вот формирование желез, и здесь даже что-то похожее намечается на формирование таких вот мини-абсцессиков. И о чем вы должны думать, видя такой плотный, характерный, очень биоптат. Давайте посмотрим, как это выглядит в желудке. Хеликобактер мы пока отложим. В теле желудка. Мы опять же, даже вот на таком малом увеличении мы видим, что это очень плотный синий биоптат. Вспомните норму, она такая светлая, прозрачная, то даже на малом увеличении вы можете при довольно большом опыте, помню, когда мы начали разбираться эндоскопией, там Константин Анатольевич нашел, как он называет детскую книжку, и там было сказано, сколько биоптатов нужно посмотреть патологу, чтобы хорошо разбираться в эндоскопических биопсиях. Ну и там такой был отсчет, тысячу, тысячу, триста кейсов он должен пересмотреть, чтобы вот так вот на скидку определять, синюю биоптат или не синюю. Да, здесь вот плотный инфильтрат, и это в теле желудка, да, то есть где довольно должны быть оксифильные вот эти железы, они здесь есть, но здесь вот эта вот выраженность плотно воспалительной инфильтраты сразу бросается в глаза, и наличие лейкоцитов, да, внутриэпитрилиальных лейкоцитов, активность воспаления здесь есть, конечно, эта активность меньше, чем в антральном отделе, и мы потом разберем, почему в антральном отделе меньше, но все-таки поражены оба отдела желудка, и мы можем говорить уже, имеет топографический признак о пангастрите, да, то есть вовлечении антрального и фундального отдела желудка. И посмотрим хеликобактер, я вам сказал, нам же нужно определиться с этиологическим фактором. Этиологический фактор мы, конечно, используем самый простой, это тылоидиновый синий, но здесь просто сканирован, не на большом лечении, но поверьте, вот это все хеликобактер, я покажу более, вот здесь более статичную картинку, и вы увидите, где его искать. Хеликобактер мы смотрим на поверхности слизистой, на поверхности покровного петелия, вот в этих слизистых комочках, в скоплениях слизи, иногда он может быть несколько даже оторван, вот так вот, и там изучаем хеликобактер. Итак, у нас, мы видели здесь этиологический фактор и характерную картинку. Итак, у нас будет заключение здесь, хеликобактер ассоциированный гастрит, и ставим вот это вот слово на первое место. И дальше уже все, так сказать, фантазии из сиднейской классификации. Выраженный фангастрит высокой степени активности с оттеменением, и можем указывать количественную обсемененность хеликобактера, но здесь она высокая. И повторим критерии вот это хеликобактер ассоциированного гастрита, или B-гастрита в АБЦ классификации. Итак, критерия, это синий темный биоптат, который видно вот на малом увеличении. Еще могут быть лимфоидные большие скопления, которые также вам помогают, там, вот в этом, в этом диагнозе. Реактивно измененные эпителия, но это могут присутствовать или не присутствовать. Обычно это преобладание антрального отдела, если это недалеко зашедшие случаи, и часто вовлекается отдел тела желудка, но в менее, так сказать, выражен, в менее выраженных там проявлениями. Практически всегда это активный гастрит. По сути, хеликобактер нужно искать, когда вы видите нейтрофилы. Вот наличие нейтрофилов, вы уже можете четко знать, что здесь нужно искать хеликобактер. Это вот основной критерий нейтрофилы или активное воспаление, когда вы видите нейтрофилы в собственной пластинке, в эпителии желез или там микроабсессики, всегда вызываются хеликобактером. Так что обращайте внимание, может быть, при нормальной слизистой, на малом учении светлой его и не нужно искать. Воспаление выраженное и диффузное. Имеются лимфоидные скопления, агрегаты, вплоть до формирования таких лимфоидных больших фолликулах со светлыми центрами. Ну и выраженность воспаления. Повторюсь, искать хеликобактер нужно, конечно же, вот на поверхности покровного эпителия. Мы обсудим, почему там. Какие окраски используют? Мы используем самую простую, самую дешевую окраску. Это хеликобактер тулуидиного синий. Некоторые рекомендуют использовать граммокраску, но она громоздкая, сложное в воспроизведении, трудоемкая для лаборантов. Можно использовать антитилак хеликобактер пилори, но это высший класс, это красиво. Если за это кто-то платит, это всегда красиво. Особенно это необходимо при, так называемом, постхеликобактером гастрите, когда вы действительно их не находите глазом. Тогда очень помогает, конечно, окраска антителами хеликобактер. Ну и так вот быстро пробежимся еще по основным критериям. Это плотный синий биоптат с плотным лимфоплазмоклеточным инфильтратом и с наличием в инфильтрате лейкоцитов, нитрофила. Имеются, могут быть эрозии различной степени выраженности. И опять же, но в отличие от эрозии при реактивной гастропатии, наличие плотного воспалительного инфильтрата. Он стоит на первом месте для диагностики хеликобактерного гастрита. И наличие активности, то есть наличие нейтрофилов в инфильтрате. Вот нейтрофилы, вплоть до вот таких вот агрегатов, формирования микроабсцессов. Наличие нейтрофилов по сути всегда означает наличие хеликобактера. И вот так он выглядит под микроскопом. Здесь вот такими червячками, да, то есть он, его можно найти даже при окраске гематоксилином азином, особенно вот так вот, когда он в таком большом количестве, на три плюса, на четыре, сколько вам нравится, можете ставить любую обсемененность, но на самом деле имеет значение только качественное его наличие или отсутствие. Итак, хеликобактерный ассоцированный гастрит. Можно оценивать выраженность плотности плазмоклеточного инфильтрата. Есть даже вот такое соотношение, сколько лимфоцитов, но никакой, повторюсь, никакого значения клинического это не имеет. Оценка, опять же, выраженности нитрофилов, активности его тоже практически не имеет никакого значения, потому что неважно при какой активности, высокой, низкой или там средней, сформирование абсцессов или просто наличие нитрофилов само по себе и наличие хеликобактера предполагает диагноз хеликобактерного гастрита и соответствующей терапии. Имеются шкалы визуализации, но я их уже всем рассказал, можете посмотреть, они в принципе нормальные, ну, оценить. То есть плотность инфильтрата это по плотности, став умеренно, не ошибешься. А вот по локализации здесь довольно четко. Среди желез, внутри желез и в просвете желез. Что обязательно указать в заключении при такой картинке, довольно характерной картинке, необходимо указать наличие хеликобактера. И мы начинаем с таким заключением, ну, не знаю, так выработали, вот можете писать просто хеликобактерный гастрит. Пишем хеликобактер ассоциированный гастрит. И дальше более важно, мне кажется, наличие, вовлечение каких отделов при гастрите. Антральный гастрит преимущественно, или это пангастрит, или это уже только гастрит тела желудка. И тогда риск аденокарцинома вырастает многократно, и это плохой прогностический признак. Оценка атрофии обязательно нужна бы, но вот этот воспалительный инфильтрат будет вас всегда практически уводить в атрофию. Поэтому в активной фазе я бы не рекомендовал оценивать атрофию. Если есть кишечная метаплазия, конечно же, отмечайте. По сути, она равна атрофии, и это мы обсудим дальше. И наличие дисплазии. Это нужно поставить восклицательный знак и подчеркнуть. Дисплазия – это тот фактор, который является предраковым, и необходим обязательно отмечать заключение, неважно какой этиологии гастрит. Давайте еще посмотрим одно наблюдение. Поверхностный гастрит, опять же, эндоскопический. Повторю, что эндоскописты ставят практически всегда тоже по этому принципу умеренный гастрит. По сути, жалоб никаких нет. Единственное, в анамнезе, что мы сразу обратили внимание, что это было у него проведена противохеликобактерная терапия. Мы посмотрим биоптат эндоскопический. И посмотрим, значит, на малом увеличении видно, что это довольно синий биоптат, что здесь есть лимфоидные агрегаты, есть, может быть, не такой выраженности по сравнению с предыдущим хеликобактерным биоптатом. Плотность воспалительного инфильтрата. Это тело желудка, хотя пишет товарищ, что это антрун, да? Мы видим нормальные железы фундальные. Но посмотрим второй биоптат быстренько корпус желудка. Ну, здесь видно, что строение вот слизистой сохранено. Единственное, фундальные железы нормальные. Ну, вот в зоне покровной эпителия здесь видно, что довольно плотный такой воспалительный инфильтрат. Ну, практически нет нейтрофилов никаких, и это как бы не предрасполагает сильно искать хеликобактер. Ну, и тщательно мы его искали, мне кажется, даже красили на антитела. Здесь мы его не нашли. И причина этому, конечно, вот нам помогли вот эти аномнистические данные, что была эрадикация хеликобактера, и поэтому был такой диагноз постхеликобактерный гастрит. Здесь мы видим, потому что здесь довольно выражен вот такой воспалительный лимфоплазмоклеточный инфильтрат, то есть есть некие критерии хеликобактерного гастрита, но сам хеликобактер отсутствует, и клинически есть указания на лечение хеликобактера. И это так называемый постхеликобактерный гастрит. Ну, довольно такая, как бы, редко воспроизводимая штучка, особенно если вы не знаете никакого анамнеза. Или, но теперь, если знаете вы морфологию, да, то есть вы видите, по сути, хеликобактерную картину, картину хеликобактерного гастрита, но хеликобактер не находите, тогда обратитесь к клиническим данным, и я вас уверяю, что вы найдете либо проведенную эрадикацию хеликобактера, либо какое-то лечение, пациент выписался из клиники после операции, после, там, пневмонии, после чего-то такого, где ему проводилась просто антибиотикотерапия в ближайшее время. Критерии морфологические, они очень схожи с хеликобактерным гастритом, то есть это такой синий-темный биоптат, несколько светлее, чем при хеликобактерном гастрите. Чаще это, конечно, антральный отдел, иногда и тело, и гастрит неактивный. Бывает, конечно, активность, но это в ближайшие, там, 3-4 недели после приема антибиотиков, то есть вообще мы можем видеть скопление нейтрофилов и большое желание найти хеликобактер, а там его нет. Подумайте о вот этом диагнозе постхеликобактерный гастрит. Поэтому только клинические данные вам могут помочь в этом диагнозе. Но даже если их нет, а вы видите, по сути, хеликобактерную картину такую, но отсутствует хеликобактер, можете написать, что это такой-то гастрит, здесь вам на помощь нейтрофилов, перечисляйте все его признаки, неактивный, но выраженный гастрит. И хеликобактер не обнаружен, поэтому, возможно, имеем дело с постхеликобактерным гастритом. Ну, вот такие вот и признаки, вот лимфоидные агрегаты могут сохраняться даже после лечения в течение, там, до двух месяцев. И вот такой довольно плотный воспалительный инфильтрат. Ну, такие вот агрегаты воспаления и включая в теле желудка, да, то есть хочется поставить хеликобактерный гастрит, мы его ищем, не находим, обращаемся к клиническим данным, подтверждаем, ставим постхеликобактерный гастрит. Конечно же, это связано с лечением и наличием в преданамнезе хеликобактерного гастрита. Он редко попадается в клинической практике, возможно, он попадается часто, но мы из-за отсутствия времени, отсутствия вот этих клинических данных, его просто пропускаем. Ну, теперь вы можете чаще его ставить, потому что помните, что есть такая штука. Оценка атрофии я бы здесь тоже не рекомендовал. Она, конечно, будет точнее, чем при хеликобактерном гастрите, но все равно, насколько она нужна, здесь большой вопрос. Давайте еще посмотрим еще одно наблюдение. Женщина 73 года, эндоскопически здесь вообще ничего не находят и как бы нормальное слизистая, но единственное бледное и сглаженное. Переходим в антральный отдел. Это женщина 73 года, ну, хоть в учебник гистологии, бери антральный отдел, он, по сути дела, здесь нормальный, да, то есть нормальная слизистая, покровные эпители, сосочки тут, то есть все вот эти не сильно расширены и обычные железы, трубчатые местами, вот разветвленные железы имеются. Ну, если очень хочется, можно поставить реактивную гастропатию, если там указание на рефлюкс или еще на что-то есть. Ну, давайте посмотрим тело, то есть антральный отдел у нас не вызвал никаких особых, так сказать, вопросов. И в теле, оп, и в теле мы видим издалека довольно плотный инфильтрат, да, и нам бы тут первая мысль, что это что-то хеликобактерное, тем более, что, ну, инфильтрат плотный. Единственное, что здесь нас, давайте его положу, вот как для красоты, вот так. Обратите внимание, да, то есть мы перед этим посмотреть хеликобактерный гастрит, и здесь, если вспомните, да, у нас был биоптат с тела, из тела желудка в при пангастрите, и весь воспалительный инфильтрат был в поверхностных отделах, а фундальные железы были как будто бы нормальные, ну, поверхность была воспалительная такая инфильтрированная. То здесь, как ни странно, наоборот, обратите внимание на соотношение, то есть довольно светлый, без такого выраженного инфильтрата поверхностный отдел и довольно плотная инфильтрация и более темные такие изменения в глубоких отделах, там же, там, где, по сути, должны быть фундальные железы. А если мы присмотримся поближе, то фундальные железы, да, нам их надо поискать, вот что-то похожее на фундальные железы, но как-то оно совсем размыто. Вот здесь имеется вроде как бы железа, которые должны быть, вот эти наши любимые откладочные клетки, вот такие вот, да, но они как будто заеденные, вот посмотрите, инфильтрат проникает в эпителий желез, в эпителий желез, но только не покровного эпителия, не создает эрозии, как при хеликобактерном гастрите, а он разъедает именно фундальные, фундальные отделы желез. Вот здесь, посмотрите, какой плотный инфильтрат, и этот инфильтрат проникает в эпителий фундальных желез, а фундальных желез не остается, как будто он специально ищет эти фундальные железы да то есть по сути это активный гастрит да то есть активность определяется тем что воспалительный инфильтрат и тут ну нейтрофилов конечно правиль нет на единичные какие-то но он проникает в эпителий желез такая петелиотропность инфильтрата но в зоне в области тела желудка и в области именно там где должны ли должны быть обкладочные клетки и это так называемый очень характерная картинка которую вам показываю она характерна для так называемого аутоиммунного гастрита и мы вернулись от буковки cb например первой букве а с чего вообще начинались все гастриты с тех японцев которые в середине прошлого века увидели такую картинку увидели этих пациентов и выделили вот этот гастрит аутоиммунный гастрит в отдельную нозологическую форму так что посмотрите внимательно это очень характерная картинка что мы видели в антральном отделе практически отсутствуют какие-либо изменения а в теле все изменения видны в теле желудка именно в теле желудка и именно в зоне там где должны располагаться функциональные вот эти железы фундальные железы их как бы сносит этот инфильтрат если мы его попытаемся именно гистохимически там типировать то скорее всего большинство вот этих лимфоцитов это будут т-киллеры которые набрасываются на эти несчастные обкладочные клетки и сметают их на своем пути вызывая такую тотальную атрофию в теле желудка вот такой интересный биоптат и это аутоиммунный гастрит отдельная нозологическая форма именно вот запомнить что он отдельно да то есть нельзя назвать гастритом нет этот почему нозологическая отдельная форма он имеет свою нозологическую то есть свою этиологию это аутоиммунный процесс когда вырабатываются антитела к париетальным клеткам то есть обкладочным клеткам желудка и к внутреннему фактор желудочному фактору имеется характерный такой портрет до этих пациентов и скрытых среди которых преобладают женщины такого же постки гастрического возраста глубоко и они имеют характерную такую картину они всегда с иными они железодефицитные перенциозные нами и они имеют признаки нейропатии это дефицит связано с дефицитом витамина b12 и группы b которые всасываются часто у этих пациентов имеются другие аутоиммунные заболевания такие как тиреидит диабет болезнь диссона артриты аутоимин на месте не витили га ну то есть какие-то аутоиммунные проявления и этот гастрит если вы его заподозрили он довольно легко подтверждается клинически и лабораторно обнаружив у пациента гипергастриномию и антитела к паритальным клеткам желудка можем поставить аутоиммунный гастрит к чему он приводит мы разберем во второй части нашего лекции он не такой частый но и не такой редкий и поверьте что он практически но в нашей стране как-то забытый упущен не только гистологами да не только патологами но и клиницисты и даже гастроэнтерологи вот сколько я говорил они как-то его упускают ну да такое что то есть аутоиммунный ну то есть этот диагноз чаще попадает эти женщины гематологом они попадают хирургом потому что у них возникают различные другие там образования но их не видят эндоскописты потому что они видят вот как в этом случае да то есть вот обычная бледная сглаженная то есть они не видят эндоскопический этот же гастрит клей эти женщины мучаются вот непонятная у них анемия да там они попадают гематологами они берут у них костный мозг еще что-то лет пытаются найти причину анемии они попадают гинекологом еще чего-то но причина вот в этом аутоиммунном гастритом который наши патологи тоже пропускают так что вот если вы увидите вот такую характерную гистологическую картинку даже пытаюсь к ней вернуться особенно характерную в теле желудка то есть помните о такой нозологической форме как аутоиммунный гастрит это вот отсутствие полностью об складочных клеток или такие единичные островки в теле желудка почему нам нужно знать что это из тела желудка потому что вы должны бы был увидеть здесь эти обкладочные клетки а и здесь нет и здесь воспалительный инфильтрат который их сносит хорошо этот биоптат взят как бы еще на такой стадии когда воспаление осталось и мы могли заподозрить но часто бывает так что обкладочных клеток не остается и просто не остается воспалительного инфитрата потому что ему не на никого атаковать откладочных клеток не осталось все выжжена, вытоптана и просто голая атрофичная слизистая оболочка. Но это мы обсудим во второй части нашего лекции. Итак, морфология аутоиммунного гастрита довольно характерная. В антральном отделе практически нормальная слизистая оболочка. Отсутствуют какие-то признаки воспаления. Возможно, если, конечно, присоединилась к геликобактерам инфекции, то может быть и проявление хеликобактера гастрита. Но в целом это нормальная слизистая то, чтобы мы поставили в лучшем случае реактивную гастропатию. Единственное, могут быть гиперплазии G-клеток или такие множественные клетки, которые мы видим в антральном отделе. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на слайде. А в теле, не буду повторяться, мы видим вот эту всю характерную картинку. То есть инфильтрат, который атакует обкладочные клетки. И там может быть всякие признаки метаплазии, антрализации, что только угодно. И в дальнейшем приводит все это к трофическому метапластическому гастриту. Несколько слов о специальных гастритах. лимфоцитарный, зенофильный, и бывает и при болезни крона, коллагенозный гастрит. Но все это настолько редкие формы. Если практически не ставится у нас аутоиммунный гастрит, который там в среднем 5% среди всех гастритов, то эти гастриты настолько редкие, что по сути казуистические. Зенофильный гастрит, он ничем не отличается от всех критериев и зенофильного эзофагита, который вам Константин рассказывал предыдущий. При болезни крона будет специфическая картина, связанная с поражением других органов. Больше будет преобладать. Коллагенозный гастрит я даже не знаю. При каких-то... Не встречался нам. Короче. Лимфоцитарный гастрит, не буду повторяться, это наличие именно внутриэпителиальных лимфоцитов. То есть нам он тоже не попался, почему-то он был, но как-то слайд наш, поэтому показываю кратко. То есть наличие лимфоцитов внутри эпителии. И это не лимфоциты, а не нейтрофилы. Ну такое характерное в общем лимфоцитарное повреждение. Связано оно с целиакией или с какими-то аутоиммунными процессами. Но здесь надо разбираться. Если вы его увидите, то я думаю, что узнаете именно по интроэпителиальным лимфоцитам. Это единственный критерий, который может вам помочь. И краткий обзор по этим нашим гастритам или по интерпретации биопсии желудка. Такая краткая, алгоритмическая. Может кому-то проще так видеть, хотя их всего по сути у нас разобрали АБЦ, три буквы, но кому-то может проще по алгоритму ориентироваться. То есть воспалительная инфильтрация, если ее нет, она нормальная, в норме бывают единичные, поэтому не надо путать плотный воспалительный инфильтрат и нормальный слизистый с единичными воспалительными клетками. Если ее нет, то скорее всего это неизмененная слизистая оболочка, ну или есть какие-то проявления гастропатии, есть признаки диспепсии, то конечно нам проще написать, что это реактивная гастропатия. Если воспалительный инфильтрат, то здесь также у нас небольшой выбор. Если это активное воспаление, то есть наличие нейтрофилов имеется, есть преимущественно вантральный отдел поражен, то это хеликобактерный гастрит. Если мы не нашли хеликобактеры, ну можно подумать о раннем после хеликобактерном гастрите, когда активность еще сохраняется, а хеликобактер мы не находим. И если нет не очень выраженное воспаление или неактивный гастрит, ну нужно думать нейтрофилов нет, воспаление плотным воспалительным фильтрат есть, то нужно думать или постхеликобактером гастрите, или реактивном химическом гастрите, но это только если это скорее всего рефлюкс гастрит, и мы не обнаружили хеликобактера, то есть здесь такой эрозии, но будет несколько как мы видели, другая картина. И преобладание инфильтрата в теле желудка, это всегда напрягает, он сопровождается вот этой характерной картиной, то не забывайте о наличии такой нозологии, хоть довольно редкой, но отдельной нозологии как аутоиммунный гастрит. Итак, заключение клиническое значение наших гистологических заключений, оно, как мы видим, ограничено, и оно ограничено не тем, что мы вот это все можем написать большое синейское заключение, оно ограничено теми этиологическими факторами, на которые могут быть воздействия терапевтов, или гастроэнтерологов, и это хеликобактер пилори или аутоиммунный гастрит. Таким образом, если помнить АБЦ классификацию, то в принципе этих букв достаточно для полного терапевтического воздействия на пациента. Встречаются некоторые формы особых гастритов, но так редко, что практически мы их не видим. И что важно, то есть вот течение этого гастрита и дальнейшего течения как хеликобактер гастрита, так и аутоиммунного, она приводит к атрофии слизистой, соответственно к метапластическим и дальнейшим диспластическим процессам и вызывает и приводит к предраковым состояниям. Вот об этом мы поговорим наверное чуть позже после перерыва. Ну в заключении этого первой части в принципе тут и нечего добавить, да, то есть писательная часть, которая вот эта сиднейская, она необходима, конечно, но опять же важно, самое главное, это у нас этиологические моменты, которые мы должны отразить и я считаю, что вот это именно суть понимания всех интерпретаций биопсии желудка, что вы понимаете суть и видели, что по сути всего три таких значимых морфологических формы, которые четко отличаются друг от друга. Это аутоиммунный гастрит, да, имеет характерную картину как клиническую, так и морфологическую клиническую картину. Это бактериальный гастрит, который связан с хеликобактером пилори и это химический гастрит, который мало чем отличается от нормальной слизистой желудка и такой диагноз, который больше дань тем жалобам пациента, который жалуется на гастро, на диспепсию и попадает к эндоскописту. Мы исключаем первые два этиологических фактора, то есть это аутоиммунный процесс и бактериальный, ну и оставляем ему вот этот реактивную гастропатию или кемикал гастрит. Аж как же клиницистом вообще быть, да, то есть мы все это рассказали про медицину, но наш, так сказать, посыл еще, мы работаем в системе здравоохранения, поэтому несколько слов, что имеется, вообще мы открываем МКБ-9, пытаемся найти вот те формы гастритов, которые есть, видим вот какую-то чушь полную, острый гастрит, там алкогольный гастрит, поверхностный гастрит, атрофию и хронический гастрит, в общем, все, что кроме особых форм, по сути, здесь есть все, что угодно, кроме нету хеликобактерного гастрита, нету аутоиммунного гастрита, ну и даже нету лимфоцитарного гастрита, и это классификация, которая, в принципе, используется с 94-го года, когда уже знали о хеликобактере, но только уже была классификация, но не попала в МКБ-9, поэтому, по сути, все наши эти теологические факторы, да, никак не добавляют, то есть, здравоохранение на лечение хеликобактера, на лечение аутоиммунного гастрита, денег не будет выделять, потому что нету кода МКБ, а деньги выделяются только по наличию вот этих буквок, да, то есть, когда они попадают в классификацию, когда они попадают в статистику, тогда по этим буковкам можно назначать какую-то терапию, но, по сути, основные гастриты нет, отсутствуют в классификации МКБ, это такая казуистика, но она, конечно, исправлена, и с 2022 года будет в планы, что будет введена новая международная классификация МКБ-11, и здесь уже появились такие вещи, как аутоиммунный гастрит, как хеликобактерный гастрит, и другие гастриты, поэтому, наверное, будет проще клиницистам выставлять эти диагнозы, и будут от нас требовать тоже эту кодировку, и, соответственно, назначать лечение, появятся мессы, статистические группы, еще что-то, и даже, может быть, нам дадут денег на антителах к хеликобактеру. Интересная такая статья, вот, Константин ее нашел, и очень полезная, то есть, это немцы, которые взяли, или кто-то там, они проанализировали 1,3 миллиона наблюдений, подняли вот эти все биопсии с 87-го года до появления хеликобактера, и по настоящее, там, 13-й год время, и посмотрели, пересмотрели все биопсии, посмотрели, какие диагнозы выставлялись их врачами, и посмотрите, какая интересная статистика, хеликобактерный гастрит, вот эта оранжевая фиолетовая штучка, и вот, когда его огласили, что он связан с хеликобактером, гастрит, резкий всплеск этих гастритов этиологических, потом он потихонечку затухает, его лечат, и он убывает, и постхеликобактерный гастрит, соответственно, появляется после лечения, и вот возрастает его такая штучка, обратите, у него интересно вот такое нормальное слизистое, то есть, когда начинает распознаваться нормальное слизистое, когда развилась эндоскопия, появились чекапы, появились фиброскопы, внедрены во все клиники, то количество биопсии возросло, и патологи стали ставить нормальное слизистое, и довольно высокий процент нормальной слизистой выставляется диагнозом. Химический гастрит, он как бы, видите, коррелирует с, вот эта голубая линия коррелирует с нормальной слизистой, вот, а гастрит, он практически такой неизменный, как был, так и есть, и идет. Ну, вот такое интересное наблюдение об эволюции диагнозов гастрит. Ну, на этом все про гастриты. Такая надпись, вот, гастрит не грусти. Спасибо за внимание. Игорь Негода, Продолжение следует...